Так, небольшой апдейт к теме presence, а особенно неправильных глаголов в настоящем времени. Точнее, это не апдейт, это вот, скажем так, вытекающая из presence очень важная тема, такая как императив. Почему и как она связана с настоящим временем, сейчас покажу вам. На самом деле, как вы помните, надеюсь, из системы глагола нашего, императив – это повелительная форма глагола. И вообще, наклонение, когда мы с вами учили, мы сказали, что любой глагол может стоять в трёх ипостасях, в трёх наклонениях. Мы можем что-то приказывать глаголам, мы можем объяснять, что с нами было, есть или будет, что случилось, случалось, будет случаться в заявительной форме во всех доступных временах. То есть про времена мы говорим в основном вот здесь, хоть в активе, хоть в пассиве. И наклонение, такое наклонение, как сослагательный конъюнктив, с ним же кондициональность, отдельная форма, это у нас уже для выражения бы, что бы, если бы. А вот императив мы вскользь так тронули, потому что его отдельно учатся, там не всё так просто. Вот давайте теперь его отдельно и рассмотрим. Его просто сходу взять, с него начать невозможно. Он дидактически, то есть по методике преподавания, по очерёдности преподавания, он идёт после презенца. Почему так важно это понимать? Смотрите, что такое вообще императив? Вы кому-то, кто находится в пределах вашей досягаемости, что-то приказываете, советуете, предлагаете. То есть делай, делайте, или не делай, не делайте. Кому мы можем обратиться с такими просьбами или приказами? Давайте посмотрим. Вот первая строчка у меня. Arbeite oder mach. Работай или делай. Ну, логично, что тот, кто в рядом с вами находится, вы к всему обращаетесь на du, к одному человеку, на ты. Таких может быть несколько человек. Du plus du, как я их называю. Du plus du – это уже их. Вы. Вы с маленькой буквы русской, да? Вы с маленькой буквы, здесь у нас ты. А можно ещё вежливо обращаться. Либо один, либо два, либо несколько человек, но вы с ними вежливо. Это форма на zi. Помните, дословно вы говорите при этом они, но на самом деле мы на русский переводим как вы, только с большой буквы. Здесь вежливое обращение. Вежливое обращение либо к одному, либо к плюраль, даже может быть нескольким лицам. Но все, со всеми из них, со всеми из этих людей вы на вы обращаетесь. Zitsen. Вот тут вы duzen. Duzen – это тыкать. Duzen. Zitsen – это обращаться на вы. Вот у них это в одном глаголе, можно в немецком сказать, да? Выкать, тыкать. Ну, мы в русском тоже, но это немножко некорректно звучит, но есть такой глагол. Тыкать и выкать. Так, получается, что либо к одному лицу, du, либо к нескольким лицам, вы их не уважаете, то есть du плюс du, либо вы уважаете одно или несколько лиц, но вы вежливо. Собственно, действительно, больше с вами никого рядом оказаться не может. Возможен еще вариант, иногда его к императиву относят, когда вы себе же в группе лиц, входящих в вех, говорите что-то сделать. Давай это делать, да? Там пару вариантов бывает. Ну, самый простой – это вы просто выносите на первое место глагол. Arbeiten wir heute. Давайте работать сегодня. Ну, там еще есть вариант через wollen и через lassen задать такую же идею вот этого побудительного предложения. Но сейчас мы пока остановимся на классическом императиве на ты, на вы и на вы вежливом. Смотрите, как понять императив раз и навсегда? Очень просто. Если вы хорошо знаете в презенте, как эти формы склоняются вот на ты, вот ваше сте, вот ваше те на их и вежливое на н. Посмотрите внимательно на глагол, что с ним происходит. Вот у вас было утверждение. Они работают. Куда это написать, чтобы было большее место? Давайте вот так, другим цветом. Сравним сейчас презент. Давайте его вот сюда, в табличку, прямо попробуем увеличить и вписать. Например, начнем с вежливой части. Sie arbeiten. Вы работаете. Или Sie machen. Вы что-то делаете. Это утверждение. Вот этот случай. Как сделать с этого императив? Во, очень легко. Вы arbeiten Sie. Просто превращаете это все, глагол ставите на первое место. И вот это вот уже, либо добавляете восклицательный знак, либо добавляете bitte, либо даже с точечкой можно. Ну, у вас уже получается вежливый приказ или просьба. Arbeiten Sie. Работайте вы, да? Махен Sie. Делайте вы. Или, если я отрицание, Arbeiten Sie nicht. Machen Sie das bitte nicht. Пожалуйста, этого не делайте. Вроде бы все легко. Замечательно. Идем дальше. Что у вас на их обращение? Да, то же самое. Вот у вас было утверждение. Вы работаете. Их arbeitet. Или их macht. Почему я взяла два этих глагола? Обратите внимание. Сейчас мы это тоже подробно разберем. Помните, что когда у вас на Т, на Д, а иногда и на М, и на Н заканчивается основа, корня глагола, то вы не просто Т добавляете, или СТ, там где форма на Т, на СТ. Вам надо еще вот эту вот ставить дополнительную буковку Э, чтобы звучало, иначе Arbeit, вы не выговорите просто, да? Получается, например, Du arbeitest, er arbeitet, ihr arbeitet. Собственно, естественно, в императиве от этой буковки Е также останется. Когда вы с ihr arbeitet будете делать, будете делать, сделайте arbeitet, работайте. Но только в этом случае ИР уже не будет нужен. Вы просто, вынося глагол на первое место, уже получите повелительное наклонение. Arbeitet. Вы можете это смягчить. Arbeitet bitte. Вот это, там, какие-то еще частички добавить. Но у вас уже получится готовая форма на В с маленькой буквы. Да? Или macht. Делайте. Macht. Но только в отличие от русского делайте вежливо или делайте ВЫ с маленькой буквы, непонятно. А в немецком сразу будет понятно. Но вежливая форма – это всегда sie, arbeiten sie, machen sie. А не вежливая, когда вы просто к детям обращаетесь, к коллегам, с которыми вы на ты, да. Macht. Arbeitet. Вроде пока все опять тоже хорошо, все логично. Мы просто взяли presence и поменяли порядок слов, и у нас получился императив. Главное, не забудьте, что ИР уже не надо. Что у нас будет, когда к одному человеку обращаемся? Там, где у вас в презенте было macht, du machst. Ты что-то делаешь. Du machst. Или du arbeitest. Ты работаешь. Arbeitest. Что вы видите? Осталось просто mach. Este убежала. Осталось просто arbeite. Este убежала. Вот и весь секрет. Вот откуда взялось ваше arbeite mach. Это важно понимать, когда некоторые глаголы неправильные, как вы, если вы помните, это тот самый presence, который мы с вами прорабатывали, которые на du и на er в презенте меняют корневую гласную. Помните? А на er, ä на i. Так вот, если в презенте было du, например, fest, ты едешь, то в повелительном наклонении у нас будет просто este отбросили, но и umlaut придется отбросить. Будет просто fach. Едь. И вроде выглядит все замечательно. Можно сказать, ну, берем просто инфинитив. В некоторых объяснениях так и дают, что вы берете просто инфинитив, отбрасываете n. И вроде даже сходится. Смотрите, взяли mach, n отбросили, получилось mach. делай. Взяли arbeiten, n отбросили, получилось arbeit, ну, с буковкой e, правда, arbeitte. Но что будет, если у вас второй случай вот этого отклоняющихся неправильных глаголов в презенте? Например, sprechen, как вы помните, меняется на sprichst или на sprichst в третьем лице. Ну, про третье лицо в императиве не имеет смысла, мы не говорим, да? Мы можем только на du обратиться, либо на ihr, либо на sie. У нас же нельзя сказать уже, что просто sprich, n отбросили, sprich, получилось? Нет, ребята, нельзя. Вот тут делают все ошибку. Большинство, не все, но большинство делает эту ошибку. Как вы видите, ошибиться в императиве легче всего на du. Путем вот, а, отброшу n, и у меня все получится. Нет, вы не n отбрасываете. Вы st отбрасываете, от формы sprichst. У вас было du sprichst, вы st отбросили, осталось sprich. У вас было fachst, fachst, точнее, вы st, ну и umlaut отбросили, у вас осталось fachst. Вот так запоминайте. И тогда у вас не будет вот этой вот ошибки на du. Потому что в остальных-то формах, как вы видите, в принципе, можно и объяснить это, что вы просто берете основу глагола и туда добавили, вот здесь вот добавили t, а вот здесь вот оставили как в инфинитиве n. Можно и так объяснять. Но тогда у вас ломается схема где? Когда вы начнете неправильный глагол склонять. То есть arbeite похоже, что вроде как n отбросили, mach похоже, что вроде как n отбросили, да? А уже lesen lis, essen is, вот, например, вот это же sprechen, sprich, уже схема ломается. Поэтому сразу учите правильно. Поймите идею, вам так легче будет это все запомнить, и буквально с первого раза весь императив вам поддастся, и не будет вот этих ошибок. Что мы пляшем? От презенса, от формы настоящего времени, соответствующего лица. То есть на du, форма на du берем, на ihr и на sie. Вот от этих форм du, ihr, sie мы пляшем. Только ihr и du не используются в обращении, а sie обязательно. Arbeiten sie bitte. Да, там просто macht bitte, а здесь просто sprich или fach. Здесь не только окончание забываем, про окончание, но и про умлаут забываем. А корень оставляем. Вот этой вот второй формы на du, да, второго лица. Корень глагола, например, было sprichst, корень, sprich оставляем. Вот это вот должны вы понять. Почему это связано с презенцем? А помните, вот давайте еще раз быстренько вспомним, мы с вами там делили все глаголы, отклоняющиеся в презенце, да? Мы распределили их, сказали, что вот классика, когда а на э, когда э на и. Потом было несколько штук, которые полностью как-то меняются, включая модальные. А есть такие, которые вот по всем признакам должны бы меняться. У них, например, буковка и в середине, как бы веген. Но при этом, при склонении в презенце ничего не происходит, просто bevect, on bevect, да, du bevect, ничего не происходит. А вот давайте теперь подумаем быстренько, какого цвета колонка нам будет нужна для императива? Какие только глаголы будут в императиве вести себя странно? На du. Да вот они, понимаете, да? Что вам надо обращать внимание только на вот эти вот бирюзовые глаголы, потому что в императиве только там они будут выбиваться, корневая их будет выбиваться. То есть, например, у вас было befelling, вот второй наш глагол, befelling, повелевать. А ты повелеваешь, как это сказать? Du bevect, да? Befe... Вот ваше bevect. Что вы сделали? Вы просто st отбросите, bevect оставите. Но корневая гласна у вас с изменением, потому что befelling, befeelt или befeelst. И понятно, что эта тема ляжет хорошо вам сразу сводится, как только вы презент освоите, и после просмотра предыдущего ролика про то, какие вокаль в экзель происходят, изменения гласной в презенте. И тогда секрет императива как бы моментально будет вами раскрытой понятием, и вы никогда уже не будете путать эту форму на du, вот это, которое многие делают ошибку, здесь у вас ошибаться не будете. Давайте подытожим. Итак, пробежимся по всему. Вот я тут нарезала с немецкого сайта парочку примеров, чтобы было быстрее. Давайте еще раз по императиву теперь пройдемся. Значит, вы поняли, что императива – это то же самое, что presence, только с изменением порядка глагола на первое место. И в некоторых случаях, что мы должны забыть про окончание st, а здесь мы должны забыть про то, что их, ну, du, само собой, да, du вы не будете использовать в повелении, и ir вы не будете использовать в повелении, а zi у вас останется. Вот. Что с императивом можно еще использовать? Вы можете усилить высказывание с восклицательным знаком. Mach das Fenster zu. Zu machen – это закрывать, получается, закрой окно. Отделяемая приставка отделяется. Mach das Fenster zu. Просто более интонацией спокойной. Вы можете добавить bitte. Mach bitte das Fenster zu. Вы можете добавить частичку k. Скажи k, дядя, ведь недаром, да, вот это вот мы переводим на русский как k для смягчения. Mach bitte mal das Fenster zu. А можно еще частичку g. Mach doch bitte mal das Fenster zu. Закрой k, g, окно. То же самое, кстати, в русском бывает. А, кстати, еще вопрос. Многие тоже спрашивают, а когда мы говорим mach, когда mache? Смотрите, вообще правильно по грамматике, что в первого лица, помимо вот этой вот корневой основы, должно быть еще e. Но вот это вот так по грамматике. А в разговоре всегда, кроме тех случаев, где основана t, d, m, n, всегда, почти всегда в разговорной речи мы вот эту e не используем. Да, просто будет mach bitte, mach bitte. Хотя правильно, mache, но оно звучит немножко странно, даже как немцы пишут для носителя языка. Так, еще несколько примеров. Они пляшут от инфинитива. Ну, мы просто для определения дадим вам, например, sich aus hohen отдыхать, а с это zich, да? Где порядок слов какой будет? На ты. Ru dich aus. Отделяемая приставка в конец. Zich изменилась на dich. Частичка zich никуда не делась. Частичка ся, отдыхаться, да? Да, дословно. Никуда не девается. Она склоняется в зависимости от того лица, на кому вы обращаетесь. Обратите на это внимание, пожалуйста. Ru, потому что было, помните, когда, du rust, или можно сказать так, что просто n отбросили, но лучше помните о том, что мы от второго лица презенца пляшем. Далее. Na ihr ruht euch aus. Оно как было в презенце с окончанием t. Ihr ruht aus. Они отдыхают. Ihr ruht sich euch aus. Если бы прямой был порядок слов, да? Было бы так. А здесь вы просто в повеление вынесли на первое место. Здесь в утверждении было бы Sie ruhen sich aus. Вы отдыхаете. В повелении ruhen sie sich aus. Отдыхайте. Gehen. Опять же. Gehen nach Hause. Или gehen nach Hause. Иди домой. Получается, во втором лице как там было? Du gest nach Hause. Ты идёшь домой. Estee отбросили, осталась geä, корень. Geä. Чуть длиннее проговорится. В утверждении на ihr как было? Ihr geht nach Hause. Вы идёте домой. А в повелении geht nach Hause. Gehen sie raus. Выходите, да? Вы приказываете кому-то. Просите. В утверждении было бы Sie gehen raus. Вы выходите. Так, ещё у нас одноотделяемый привет с kommen. Пример с kommen. То же самое. Komm herein. Du kommst. Stei отбросили, осталось komm herein. Входи. Kommt herein. Сразу понимаем, что группе лица, с которыми вы на ты. И kommen sie herein. Вы входите, пожалуйста. Ну, Sie само за себя говорят, что вы вежливы. Lernen. Lern Deutsch. Учи немецкий. Lern t Deutsch. Учите немецкий детям, например, с которыми вы на ты. И lernen sie Deutsch. Учите вы немецкий вежливо. Sie setzen. Zets dich. Дословно усаживай себя. Zets dich. Dich остаётся, помним, да? Zets t. Ой. Вы усаживайте себя. Te показывает что-то ir, да? I setzen sie sich. Присаживайтесь, усаживайтесь. Я всегда говорю, будьте вежливы в немецком, не ошибётесь. Потому что, когда вы вежливы на sie, не надо думать, какое окончание. Но вам всё равно придётся об этом окончании, в конце концов, когда-то думать. Это на первых порах, там, когда уровень 1, а 2, и надо как-то быстро уже заговорить, и правильно. Тогда я всегда говорю, будьте как бы вежливы. Всегда лучше на sie обращайтесь, чтобы лишний раз себе не ломать голову, как же сказать. На самом деле, после усвоения всего презенса проблем нет. Как вы видите, всё предельно понятно. Trinkt deine milch. Пей своё молоко. Кому-то вы на ты, к одному ребёнку. Trinkt eure milch. Дословно, пейте ваше молоко, но вы с ними на ты, с вашими детьми, например, и trinkt sie ihr bier, а тут вы кому-то, коллеги, вежливо пейте своё пиво, ваше пиво, дословно, ihr bier. Помним, что bier – средний род. Да. Так, и zuhören, внимательно слушать. Опять же, отделяемая приставка. Отделяется, естественно, неотделяемая будет у вас вначале. Вот тут вот стоять, да, если, например, verstehen, понимать, да, verstehen mich, пойми меня, да, mich. А... кого-чего? Всё правильно, mich, mich – это же аккузатив. Например, verstehen mich, пойми меня, да, вы с кем-то говорите. Fair у вас никуда не отделяется. Это неотделяемая приставка, помним, только отделяемые. И мы с вами все перечисляли, все восемь штук наизусть учили, да, чтобы сразу знать, она будет отделяться или нет. Так, hört mir zu. Послушайте меня сюда внимательно, да, кому-то вы детям говорите. Hört. И hören Sie mir zu. Прислушайтесь ко мне, как бы послушайте меня внимательно, вежливая форма. Что делать, когда у нас вот как раз вот случай бирюзовый, как я его говорю, когда у вас был неправильный глагол, и он в презенте меняется на и или длинную и, как essen, du ist, да, geben, du gibst, lesen du list, sehen du siehst, видим, откуда ноги растут, да, получается у вас is langsam, мы st отбросили, ну, в данном случае просто t, потому что там на стыке is, is langzamer, кушай медленнее, gib mir auch was ab, как дай мне тоже что-то, was это etwas, да, к одному человеку, gebt das Geld zurück, отдайте назад деньги, например, вы там детям, да, говорите, geben sie ihm recht, тут вы вежливо кому-то говорите, как бы дайте ему его право, как признайте его правоту, далее, lesen читать, leses mir vor, почитай мне это в голос, как бы прочитай мне это, вот ваше, было du list, да, было в утверждении, в презенте было бы так, du list es mir vor, ты это мне читаешь в голос, в повелении, st отбрасываем, как бы лис остается только, да, далее все окей, ihr lässt nicht ab, было бы такое утверждение, а здесь lässt nicht ab, тут вы на ihr обращаетесь, буковка t вам подсказывает, что на ihr, lesen sie den Text, читайте текст, да, тут все очевидно, lesen sie den Text, то есть больше всего проблем, вот это вот, больше всего, вот эти два, там их всего, как мы методом исчисления, методом вычисления поняли, что эта вся бирюзовая колонка займет там около 20 глаголов, да, то есть все за один раз их выпишите, выпишите вот вам микрозадание на дом себе, еще раз в эту бирюзовую колонку, загляните, и посмотрите, где у вас императивно до будет изменяться, это всего несчастных 20 слов, но они такую сумятицу вносят в голову, поверьте, пока вот это вот так не сделаешь, себе по рамочкам все не разложишь в голове, можно долго-долго путаться, надо ли там менять, или не надо, да еще и куча разных объяснений от разных людей, вот я приняла вот это вот объяснение на до через presence, я его нашла, как бы я его использую, лучше всего, оно заходит людям и ученикам, и они понимают сразу, почему же там так, вот, то есть не от винитива строим императив, да, а от presence, и посмотрите-ка сюда, посмотрите-ка направо, посмотрите-ка на право, уже к группе людей, посмотрите на него хорошо, внимательно, на вы, и вот тоже нам объясняется, что вакалюэксель, когда было а на э, умлаут отпадает, мы не видим этого изменения гласной, то есть первого случая нашего, вот этого на а, который у нас был каким, желтым, да, по-моему, да, вот этот случай нам не нужен для императива, мы на них не обращаем внимания, нам важен только вот этот случай, кстати, модальные глаголы, которые у нас в этой были колонке, в пурпурной, да, они вообще не имеют формы императива, естественно, там как бы никак не получится так сказать, вот, а три смысловые, господи, три вспомогательных наших любимых глагола, sein, haben и werden, мы чуть ниже прописательно, сейчас мы до них дойдем, как они будут в императиве, вот, и получается, что было du fest, помимо того, что мы еще st отбросили, мы еще и млаут отбросили, получилось fahr mit, да, едь с нами, schlaf gut, спи хорошо, а в празднице было du schläft, да, там было бы им лаут и осты, lauf schnell, беги быстрее, а там löfst, помните, там всего два этих глагола на ау, laufen и saufen, saufen, пить жадно, жадными глотками, много пить, вот, и получается, что sauf nicht so viel, не пей так много, у вас тоже будет выглядеть так, как будто вы просто от инфинитива ein отбросили, вот тут вот будет, как бы совпадать, да, с описанием, то есть можно сказать, что мы от инфинитива отбрасываем n, но я еще раз говорю, правильней сказать, что вы взяли форму на du, du fest, и st отбросили, и умлаут в данном случае, когда у вас a, вот и все, весь секрет. Ага, вот тот случай, когда у нас штаммслаут, то есть штамм ауслаут, согласная корня заканчивается на тыды или на мэн, например, arbeiten, reden, atmen, öfnen. Мы добавляем букву е, чтобы просто, и чтобы как-то это выговорить, не arbeit weiter, да, arbeitet weiter, работай дальше, arbeitet schneller. Ну, у вас таки было, помните, du arbeitest, ihr arbeitet, в общем, ничего не поменялось, вы просто действительно вот здесь вот st отбросили, а здесь просто arbeitet поставили на первое место, и получилось arbeitet schneller. Atmen, дышать, да, atme ruhiger, дышите спокойней, дышите глубже, вы взволнованы, atmet tief ein, здесь вы кому-то говорите, вдыхайте глубоко на группе людей, с которыми вы на ты, да, atmet tief ein, вы просто не выговорите, finde den schlüssel wieder, найди-ка снова ключ, finde, да, findet nema, найдите nema, ну, мультик, название, да, в поисках nema, например, и heiraten, вот heirate ihn nicht, не выходи за него замуж, в нашем переводе, в европейском переводе, еще могло бы быть, не женись на нем, кроме шуток, ну, что делать, да, кто понял, тот улыбнется, heiratet, женитесь, да, вот вы говорите двум, или больше людям, опять же, в зависимости от ситуации, вот, то есть поняли, да, не только тыды, но еще и mn, основа, если заканчивается, в определенных случаях, очень часто, это когда тымы и фны, вот, а не просто mn, и вот наши три маленьких исключения, которые мы всегда отдельно учим, sein меняется на sein, просто, точнее, остается от него просто sein, у нас было du bist, во второй лице, в презенсе, но там нет bist, там пляшем от sein, sein lieb, будь добр, sein auf der Hut, но это выражение дословно не переводится, означает, будь всегда на страже, будь всегда на стрёме, будьте, да, на данном случае, sein, sein sie vorsichtig, будьте внимательны, sein, то есть нам надо запомнить, sein, 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 с haben, всё окей, ну, только вот опять же, du hast, да, было бы в презенсе, а у нас hab, просто вот так вот, hab keine Angst, не бойся, да, habt mit Leid, имейте сочувствие, haben sie erbarmen, опять же, имейте сочувствие, имейте жалость, да, werden становиться, тут по классике тоже, werden mitglied, становитесь членами, соучредителями, да, werden glücklich, станьте счастливыми, будьте счастливыми, werden sie reich, становитесь богатыми, вот я вам всего того же и желаю, werden sie reich und glücklich und gesund, без gesundheit, никакой вам reichtum не будет в радость, в смысле без здоровья, никакой богатства вообще в радость не будет, ага, и есть ещё несколько, вот ersatzformen, как бы формы заменителей, похожие на инфинитив, о господи, императив, но по сути уже с другими грамматическими возможностями выражены, вот как часто инфинитивом, да, вот там у меня был пример, bei Gott anhalten, на красный свет стойте, остановитесь, не идти, да, вот когда в инфинитивом, мы то же самое в русском делаем, иногда запрещаем стоять, да, не двигаться, вот такие вот обращения, и уже это означает приказ, хотя грамматически это инфинитив просто, например, sie fachömen, а ну быстренько комнату убирать, да, вы детям говорите, haue schneiden, волосы подрезать, цены putzen, зубки чистить, иногда вообще существительным, например, помощь, hilfe, да, он кричит, не помогите, а именно помощь, hua dahinten, тишину там в студии, тишину давайте делать, ну то есть hua, тишина, спокойствие, как вы требуете тишины, geld oder leben, деньги или жизнь, опять же, в роли императива сейчас выступает это выражение, particip zwei, когда используется, verboten, запрещено, очень часто вот в выражениях, rauchen verboten, курить запрещено, füten verboten, кормить запрещено, например, животных в зоопарке, да, в каких-то устоявшихся выражениях, spenden gern gesehen, как это, донаты, ваши пожертвования охотно приветствуются, ну часто там в церкви, может быть, это написано, кстати, ваши донаты, да, охотно приветствуются, у меня есть кнопка там и на сайте, по помощи проекту, и на ютюбе, ну тем не менее, ладно, и пассивом иногда можно выразить, например, jetzt wird gegessen, а теперь кушать, ну тут дословно, а теперь становиться покушенным, да, а теперь всем кушать, перед игранием становится сначала домашка сделанной, ну так же обобщительно, то есть перед игрой сначала сделай домашку, jetzt wird ins Bett gegangen, а теперь все в кроватку спать, ну дословно, а теперь становятся в кроватке идущими, да, вот такие вот интересные нюансики, но это скорее нюансы, это ближе к B2, эти все заменители вы будете учить, но вы должны понимать, они часто с русским же совпадают идеей, да, ваша главная идея, которую я хотела вам выразить в этом видео, как мы через presence быстро и легко за один раз учим императив, понимаем его, да, откуда взялось, и вот эти наши глагольчики бирюзовые, наизусть, вы никогда не сделаете ошибку в императиве, вы всегда будете знать, этот глагол меняется или нет, надо ли там на и менять, да, когда на друг обращаетесь, или не надо, вот и все, все сразу эти исключения, посмотрите еще раз по табличке, вот о них не так много, и будет вам счастье, все, пока-пока, и все, Продолжение следует...